Два сантиметра выше корешочка закрываешь. И делаем вот так вот луночку, для того, чтобы уже по скриптум пошел полив. Технология высадки лаванды проста, ровными рядами. Людмила Петрова, несмотря на рабочий день, пришла помочь высадить фиолетовое чудо. Это поле станет местом притяжения не только местных жителей села, но и гостей поселения. Здесь высадят две тысячи кустов лаванды. Прежде чем заниматься высадкой, мы поехали, получили саму лаванду. Там же проконсультировались, как правильно делать высадку. Перед высадкой лаванды участок тщательно подготовили. Для саженцев эфиромасличной культуры здесь проведут капельный полив. Была вспашка, потом культивация. Сегодня утром буквально приезжал культиватор, мы выравнивали. Сейчас немножко, видите, вручную дочищаем. Саженцы лаванды предоставила научно-производственная эфиромасличная ассоциация Крыма. Это уже третий этап реализации проекта «Лавандовый пояс». Здесь высаживаются саженцы лаванды узколистной. Это крымская лаванда селекции, крымской же селекции. Это социальная часть проекта, где в социальных объектов высаживается лаванда. Основная часть проекта – это возрождение эфиромасличного направления, той гордости Крыма, которая была и должна, и будет в Крыму. Реализация проекта стала возможна благодаря господдержке отраслей эфироносов. В этом году хозяйство, выращивающие лаванду, розы, шалфей и другие подобные культуры, получили от государства 25 миллионов рублей. Будет заложено около 130 гектар новых лавандовых насаждений. Вообще сегодня на территории Республики Крым порядка тысячи гектар лавандовых насаждений уже есть. Это направление действительно мы считаем очень перспективным. Всего в Красногвардейском районе за сегодняшний день в 12 селах высадили 6 тысяч саженцев лаванды. Извечные кустики лаванды способны украсить любой участок. Уже летом здесь появится яркое фиолетовое поле с неповторимым ароматом. Крымский Прованс идеален для фотосессий и селфи. Не забудьте летом прихватить с собой шляпку и корзинку. А пока за королевой ароматов будут ухаживать местные жители села Найденовка. Проект «Лавандовый пояс» должен не только увеличить производство ароматных растений в республике, но и украсить села и главные автомобильные магистрали полуострова.